Друзья, если вы устали от шумного города и вас одолела жажда приключений, самое время отправиться на пляж. Кстати, не знаете, чем себя там развлечь? Смотрите наш следующий сюжет. Мы расскажем вам о вейксерфинге. Как правильно поймать волну и насладиться брызгами адреналина. Выяснил Сергей Гладун. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокатиться свои пару сотен метров, в принципе, достаточно хорошее ОФП. Физической подготовки и в целом уже дальше прогресс зависит от собственного желания, от количества времени, инвестируемого в эти тренировки. Вейкбордом с лебедкой и фалом уже никого не удивишь. А вот ловить волну без вспомогательных приспособлений, следуя за катером, это что-то новое. Казалось бы, на такое способны только прорайдеры с мировыми именами. Но наших девушек и этим не удивить. Умеют, могут, практикуют. Вся моя жизнь связана с водой. Я бывшая плавчиха. Я катаюсь на океане. И вот, когда в Москве, катаюсь на вейксерфе. Я ломал ребра, когда катался на вейкборде. Но на вейксерфе можно лишь ногу слегка подвернуть. Да и то вряд ли. Я даже никогда не слышал, чтобы дети травмировались. Или девушки. Редко бывает, да. Так можно, конечно, доску получить в финале. А так, в принципе, да, безопасно. Удивительно, но даже вдоволь нахлебавшись далеко не прозрачной воды и после сумасшедших пироэтов, спортсмены еще в состоянии уйти в отрыв под миксы знаменитого диджея Грега Ван Бюрена. Хотя он сам ох, как далек от спорта. Тем более от вейксерфинга. Я вообще не спортсмен. Я диджей, продюсер. Уверен, это плохо бы для меня закончилось. Я лучше поиграю сегодня. Каждому свое. Но для справки, до конца лета в России осталось чуть больше 60 дней. Надеюсь, не надо напоминать, что провести его хорошо бы активно и с пользой. Сергей Гладун, Константин Тарасюк и Тимофей Трушин. Про новости. Субтитры сделал DimaTorzok